Суперпапу выбрали в Пинске. Семейный конкурс прошел впервые на сцене городского Дома культуры. Очень символично, что организатором мероприятия выступило самое массовое женское республиканское общественное объединение «Белорусский союз женщин». Для того, чтобы еще раз подчеркнуть, что даже самой сильной даме необходим любящий мужчина и хороший отец для детей. За ходом увлекательного состязания следила наш корреспондент Рядна Гребенюк. Подчеркнуть значимость, поднять престиж отцовства и просто весело провести время. Это главная цель конкурса «Суперпапа», поскольку независимо от того, победит он или нет, для своего ребенка каждый участник уже «Суперпапа». В первом пока еще пилотном проекте «Суперпапа Пинска» за настоящую мужскую корону боролись пять участников. Демонстрировали свои визитные карточки, рассказывая о себе, своей семье. Интересно проявили участники себя и в творческом номере, показывали миниатюры на сцене, читали стихи. Один из участников даже сумел перепеть группу «Чаев». По итогам всех испытаний членами жюри было принято решение не выбирать победителя. Но разве можно среди таких замечательных отцов выбрать одного? Отметила председатель городской организации общественного объединения «Белорусский союз женщин». Мужчин надо звать на сцену вместе со своей семьей, вместе со своими детьми, с женой. Посмотрите, какие они были. Они танцевали, пели, читали. Это так важно. И мы сегодня не оценивали само качество. А вот участие мы видели, хотели увидеть и увидели силу мужскую. Она, может, в нежности, в любви проявлялась. Но это настоящая мужская сила. В завершении конкурса каждый папа стал победителем в своей номинации. Олег Колб удостоился титула «Папа-любовь». Папа-творчество – Александр Ксенжевский. Папа-надежность – Роман Пашковец. Папа-спорт – Игорь Кривецкий. И номинация «Папа может все» досталась Андрею Троцкому. Секрет «Суперпапы», я считаю, заключается в том, ну, мне Бог дал сыновей. И я должен их, во-первых, выучить, дать образование. Это раз. Затем приучить к труду – два. К спорту – три. Я вообще вырослся настоящими мужчинами. Действительно, это правда. Он очень сильный мужчина. И я благодарю Бога, что у меня такой муж. Конкурс «Суперпапа» точно движется к тому, чтобы стать традиционным в нашем городе, говорят организаторы.